Сбившему журналиста-водителю запретили гулять по ночам и общаться со СМИ. Такое решение вынес Центральный районный суд. Так до 21 апреля помощник Анатолия Быкова Алексей Талюк не сможет выходить из дома по ночам, комментировать следственные действия и общаться с потерпевшими. Напомню, Алексей Талюк является фигурантом уголовного дела. Его подозревают по статье «Воспрепятствование деятельности журналиста». По версии следствия, подозреваемый сбил журналиста федерального телеканала. Троицкое кладбище в Красноярске скроют за металлическим забором. Ограждение будет временным. Как рассказали в мэрии, по санитарным нормам кладбище обязательно должно быть огорожено от дороги. Установку временного сооружения уже согласовали со службой по охране памятников. Сначала по периметру кладбища установят полимерную сетку. Весной ее заменят на металлический забор. Напомню, ограду Троицкого кладбища снесли в сентябре прошлого года по просьбе мэрии. Позже выяснилось, снос чиновники согласовали случайно. Два автобусных маршрута попали на доску позора. Проверку не прошли автобусы номер 74 и номер 8. При этом 74 маршрут регулярно нарушает правила перевозки. Перевозчик не следит за состоянием машин на линии. Автобусы проверяли не только внутри, но и снаружи. Самые распространенные нарушения – испорченная обивка сидений, коррозия кузова, грязь внутри салона. Генеральный директор компании «Красзападсипстрой» предстанет перед судом. Полицейские закончили расследование уголовного дела. По версии следствия, с 2012 по 2018 год застройщик брал деньги дольщиков и расходовал их на свои личные нужды, а не по целевому назначению. Пострадали 198 человек. Сумма ущерба превысила 748 миллионов рублей. У компании остались три недостроя в микрорайоне Бугач.